Итак, житель города Бор написал заявление в полицию по поводу рукоприкладства в страховой компании. Мужчина отправился туда, чтобы продлить полис ОСАГО и не хотел платить за дополнительные услуги, которые в последнее время активно везде навязывают. В результате сотрудники страховой выставили его за дверь, да так что мужчина получил сотрясение мозга. Репортаж Анастасии Шибашовой. Вы как руководитель, я как ваш клиент, я пришел к вам. Почему вы не отвечаете на вопрос? Какое? Вы мне дайте письменный отказ, дайте то, что вы мне отказываете в ОСАГО и все. Какое? Видео, которое попало в социальную сеть, подтверждает, что конфликт между страховщиками и автовладельцами уже переходит все границы. Автор видео получил сотрясение мозга лишь потому, что не хотел платить за дополнительные услуги. Он пытался добиться справедливости от директора компании, тот вызвал охрану. И мужчину вытолкали из помещения, в результате чего он упал и ударился головой. Обиженный автовладелец, чтобы добиться справедливости, обратился в полицию. 17 марта в полицию обратился гражданин с заявлением о нанесении ему по больнице директора Росботстраха. По данному факту была проведена проверка в соответствии со статьями 144-145 УПК. В последнее время полис ОСАГО для автомобилистов одна из самых больных тем. Уже не первый год компании требуют застраховать жизнь, здоровье, недвижимость или что-нибудь еще взамен на долгожданный документ, без которого на дорогу просто не выехать. На сегодняшний день компании, которые не продают дополнительные услуги, почти не осталось. В интернете, на автомобильных форумах тема ОСАГО одна из первых. Подскажите, где сделать ОСАГО без допов? Нужно сегодня, край завтра. Готов заплатить небольшую сумму за инфу. Сейчас нормальные люди о страховке минимум за месяц начинают беспокоиться. Иначе только с допами. К дополнительным, но обязательным услугам уже в апреле этого года прибавится еще одна головная боль. Стоимость полиса вырастет как минимум на 40%, а в некоторых регионах ОСАГО может подорожать и в два раза. Но при этом увеличатся и страховые выплаты за нанесение вреда здоровью при аварии. Со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Возмещение трат на лечение пострадавших также будет осуществляться по новым правилам. Но по мнению экспертов, это далеко не последнее повышение цен на страховку автомобиля. Сейчас второй этап и в среднем увеличение уже на 40%. Но я думаю, что ситуация будет меняться и, к сожалению, стоимость полиса не будет оставаться стабильной. Будет расти. Рост цен на ОСАГО связывают также с подорожанием запчастей и комплектующих, а также с падением курса рубля. Но истинная причина в статистике дорожно-транспортных происшествий. Чем больше происходит аварии, тем чаще страховым приходится выплачивать компенсации. А им, как коммерческим организациям, напрямую зависящим от собственной прибыли, при существующих ценах это невыгодно. ОСАГО справедливо процентов, наверное, только 30-40 отдают обычным автомобилистам, которые попали в ДТП с трудом. Все остальные деньги уходят, условно говоря, не туда. То есть они уходят на недобросовестных, на страховых мошенников и на недобросовестных страхователей. Навязывание дополнительных услуг – это нарушение закона. Поэтому, если вы столкнулись с таким произволом, стоит с этим бороться. Будет хорошо, если рядом с вами будет свидетель, и все происходящее вы запишите на диктофон. Попросите сотрудника страховой компании представиться и назвать свою должность. На записи открыто и без стеснений возмущайтесь, что не намерены платить за дополнительные услуги, а пришли только за полисом ОСАГО. После получения страховок и их оплаты напишите жалобы, например, в Роспотребнадзор или прокуратуру. Отстаивать свои права можно и нужно. Анастасия Шибашова, Алексей Соколов, Служба новостей город.